марат амирович в прошлый раз после передачи интернет-журнал блокчейн 24 прислал для вас свои вопросы и сегодня их вопросы я поставила в приоритет и если останется время я тогда задам вопросы от инвест-партнеров тема сегодняшнего дня у нас доверительное управление биткоин и альткоины ну что вы готовы легко доступно конкретно быстро отвечать на все вопросы на эти темы я всегда готов с удовольствием пообщаться начнем со второй темы инвесторы работающие только с биткоином утверждает что рынок перенасыщен разного рода монетами да они хороши для получения сиюминутной прибыли но в целом если говорить о долгосрочной перспективе они бесполезны вопрос как вы считаете действительно существует проблема перенасыщенности криптовалютного рынка и может ли это как-то вредить криптоиндустрии мое субъективное мнение что на самом деле рынок недооценен и ну скажем он находится на начальной стадии развития и то что очень много людей проявляет интерес и очень много молодых предпринимателей ну и не молодых предпринимателей которые изучают этот рынок путем каких-то там проектов понятно что эти проекты в 80 или в 90 процентах случаях долго не проживут но это как естественный природный процесс то есть когда черепаха откладывает яйца она там до 500 яиц может отложить но долгожителями черепахами становятся единицы вот точно так же как и в природе точно также и в бизнесе то есть могут открываться 500 проектов и из них ну стать какими-то настоящими достойными участниками рынка ну и быть долгожителями будут но не все естественно и я считаю что чем больше людей интересуется этим чем больше людей на этот рынок приходят и что-то делают ну мое личное мнение что я таких людей считаю своими братьями так скажем по оружию и даже пусть они что-то делают неправильно что-то они ну ошибаются по крайней мере они активны и что-то пытаются делать конечно лежа на диване там можно критиковать ну то есть 22 игрока бьются на поле 50 тысяч учае зрителей или там миллиард телезрителей они там дают свои комментарии что там плохо играет ноги не с того места растут я лично с очень большим уважением отношусь ко всем участникам рынка блокчейн и считаю их скажем коллегами и пусть они ну скажем делают какие-то первые шаги ошибаются пробуют заново падают встают но они вносят свой вклад в развитие рынка по крайней мере мы видим или как не надо делать да или мы находим какие-то новые решения то есть каждый новый участник он все равно привносит какую-то свою лепту в развитие рынка следующий вопрос в чем заключается практическая значимость альткоина и почему криптоэндузиастам не ограничиться несколькими монетами с разными функциями зачем все же такое разнообразие как вы считаете я считаю что каждый человек на земле имеет право быть участником рынка или пользователь в конечном счете или активным предпринимателям да и быть в центре событий и у каждого есть на это право и я не могу запретить там давайте только три монеты или 8 монет да я считаю что вот этом блокчейн и хорош что это действительно открытый мир открытый код и любой желающий может присоединиться к этому миру и внести свою огромную лепту в развитие в принципе сравнивать то это также как бизнес бизнесов может быть колоссальное количество также как и альткоинов на сегодняшний день да и в моих каких-то фантазиях что у нас может быть более 8 миллиардов монет то есть каждый человек может выпускать свою монету и с ну свой токен так скажем и будут еще общие токены и индивидуальные токены и сообществ может быть много то есть на там сообщества футбольного клуба спартак пример сообщества мамочки восьмого б это и так далее и так далее то есть монет на самом деле может быть 24 миллиарда а людей на земле может быть 8 миллиардов да это огромный поток информации это во всем надо разбираться но это дело просто привычки то есть мы же разобрались со смартфоном то есть внутри смартфона очень много функций если вы найдете сейчас на земле человека который никогда в руках не держал смартфон и ему дадите в руки смартфон он действительно будет думать что это что-то сложное а нам по прошествии там двух трех лет пользования да там кажется что это такая простая вещь то же самое с количеством монет и вообще рынка в целом то есть на сегодня может быть тот поток информации который идет нам тяжело быстро его переварить и нам кажется вот достаточно трех восьми зачем перенасыщен то нет рынок только на начальной стадии развития и вот в этом есть скажем такая уникальная возможность чем быстрее ну человек начнет интересоваться прикоснется к цифровому к цифровизации да там тем быстрее он будет и легче адаптироваться и тем быстрее у него будет возможности как минимум улучшить свое финансовое положение как максимум сориентироваться там с точки зрения какого-то профессиональной деятельности с точки зрения там воплощение своих каких-то идей то есть блокчейн это инфраструктура огромная инфраструктура для инфраструктур то есть это намного открытая площадка для для развития для реализации своих способностей например вот если ты в европе ну условно говоря родился никем то штальца стать кем-то но тебе достаточно сложно вот например там граждане там снг или каких-то других стран у них больше возможностей то есть там например в китае в индии я бывал во многих странах и вижу их политической и экономической скажем так системы которые они внедряют и есть определенные ну ограничения то есть у многих неравные права то есть неравные возможности а блокчейн как раз вот вносит определенную справедливость то есть по крайней мере уровень справедливости намного выше и соответственно каждый может реализоваться реализовать свои идеи на базе блокчейна и я даже настаиваю чтобы люди приняли активную позицию и пробовали себя в этом направлении рынок на прям на зачаточном уровне он не то что не насыщен он даже вот он еще можно сказать не родился его еще нет и то что мы вот видим там 18 тысяч монет там примеры это только начало ребят это ну я думаю что мы будем увидеть будем свидетелями 25 миллиардов монет если честно я на сегодняшний день пока не представляют как по монету я к примеру сдала то есть я понимаю есть к примеру спортсмен который ну там достаточно бедный да ему что поехали какие-то соревнования нужны деньги он может создать свою монету я так понимаю в него могут люди инвестировать и он может поехать поехать на какие-то соревнования но к примеру я вообще даже не представляю 25 миллиардов монет или 8 миллиардов монет что этими монетами можно будет делать какой-то каким-то функционалом вот это называется таки номика и описание монеты и вот мы а в этой монету скоро скажем более подробно то есть я такой цифровой мальчик так скажем и для меня достаточно экселевские таблички и вот буквально там после там последнего дайджеста да когда люди задавали вопросы вот вторник еще была презентация да они задавали достаточно конструктивный очень хорошие вопросы и я понял что людям еще нужно в описательной форме предоставить документ который описывает функционал то есть монету мы наделяем определенными функциями то есть это удобный инструмент у монеты у денег можно сказать да давайте обобщим или более понятным языком для нас будем говорить что у денег есть несколько функций то есть кроме того что деньги являются предметом потребления они же еще являются предметом меры мены да там то есть предметом оценки и все что можно измерить с помощью цифровизации да там мы можем применять эти монеты и наделять этим функционалами у нас есть хороший продукт он называется сани булк глобал старса и буку возможности безграничны с точки зрения цели полагания и вот с точки зрения самостоятельного ну скажем развития продвижения именно с точки зрения постановки цели то есть прежде всего человек должен иметь какой-то смысл то есть вот маргулан сисимбай ну один из уважаемых скажем философов да даже я так бы отнес бы да там он как раз и говорит есть жизненные цели а есть цель жизни и вот если у тебя нет смысла то есть смысл жизни вот для чего ты живешь да там соответственно тебе тяжело поставить какую-то цель и соответственно ну есть средства массовой информации которые нас в сторону больше потребления то есть вот моя в 90 процентах случаях люди им жизненную цель перед собой ставят какие-то материальные цели ценности например квартира машина вот моя жизнь она вся посвящена чтобы заработать квартиру и машину вопрос только класс эконом средний там vip премиум да а есть цель жизни то есть это жизненные цели это классно их надо иметь и так далее но выше этого должна быть цель жизни и тогда ну соответственно ты можешь более точно определить свои жизненные цели и раскрыть свои таланты да то опять же у маргулана как раз очень хорошее такое сравнение что представьте что вы солдат которого послали на задание и при этом у вас отшибла память вы просто ну как бы очнулись где-то на планете земля и не понимаете вот для чего вы родились вот для чего вы здесь у вас отшибла память соответственно по каким-то признакам то есть когда вы начинаете себя изучать смотреть какие у вас сильные стороны или например у солдата есть автомат каска оружие да и он понимает с какой миссией он по каким-то вот внешним и внутренним атрибутом он определяет кто он и какова его миссия то есть вот с точки зрения самопознания с точки зрения целеполагания вот наш инструмент сани бог вот много людей нас воспринимают как пирамиду да там на финансовую на самом деле мы формируем сообщество богатых людей вот мы хотим жить среди богатых людей и все инструменты которые произведут производятся внутри компании сани мэн сани бук а мир академия да там даже листа летит а мир эксченж все проекты а мир медиа а мир геймс возьмите любой проект он имеет подскажем в подложке фундаменте огромную социальную миссию дата то есть да мы даем возможность людям приумножить капитал то есть основной наш как скажем продукт это приумножение капитала но люди скажем интеллектуально или психологически еще не готовы да там и их надо готовить то есть это все равно что первокласснику дать там задание там с 10 класса то есть и возможно одна из наших ну так скажем проблем но это больше такого социального характера да там что мы деньги можем быстро приумножить но люди не готовы эти деньги принять и соответственно нам вот пришлось заниматься непрофильной деятельностью в плане того что создавать такие продукты как сани мэнс они буквы на самом деле мы как позиционируемся как инвестиционный холдинг да там а мир капитал как супермаркет инвестиционных продуктов это ну скажем можно сказать основная наша деятельность и те продукты которые у нас появляются они появляются и с точки зрения диверсификации и с точки зрения это все понятно давайте знаете как я хочу просто понять у меня есть партнер у которой как раз таки цель жизни это построить свой институт как ей блокчейн технология может вообще в принципе помочь у вас цель жизни я понимаю построить город как вообще блокчейн технология может в этом надо копнуть как бы глубже ну то есть с целью и я-то за свою цель могу ответить за цель например там другого человека надо копнуть глубже вот мы хотим вот теоретически давайте порассуждаем мы все хотим быть богатыми да то есть если я человека спрошу ты хочешь быть миллионером ну в ста процентах из ста случаев 100 100 людей скажут да хочу но когда ты скажешь что что надо делать ради этого миллиона ну то есть вот например все женщины да ну и мужчины тоже хотят быть стройными хотят быть это а когда ради этого нужно делать зарядку нужно там там ну там следить за питанием да то есть перевешивает скажем лень да там и опять же у того же маргулана есть очень сильный инструмент ну с точки зрения вот прострактинация прострактинации да то есть когда ты вроде бы с одной стороны хочешь но с другой стороны есть какое-то количество действий которые тебе нужно совершить и соответственно ты не говори что ты ленивый что ты там тупой да там что ты боишься а ты начинаешь там скажем поливать грязью что ой все миллионеры сволочи там и так далее и тут вот с целью построить институт сделать институт то есть например есть призвание там наставник да там преподаватель да там ему нравится кому-то там мозг выносить нравоучениями заниматься тут нужно определиться что тебе нравится и почему ты этот институт хочешь да то ну и четко для себя там до конца определиться какого формата институт и как минимум там блокчейн можно применить как базу данных то есть это неизменяемая база данных да то то есть каждый шаг каждое действие каждая идея она будет зафиксирована и ее невозможно будет изменить или уничтожить да то то есть как максимум там можно там вести бухгалтерию всю юриспруденцию да там все правовые взаимоотношения и так далее там подобное все обязательства да там вся деятельность этого института может и ученики могут оплачивать в криптовалюте свое обучение переводить все транзакции и не будет отмывания денег и то есть все будут видеть кому когда сколько поступило средств да вот могу привести такой пример у сбербанка вот я думаю что у нас основные слушатели сейчас из россии соответственно они знают такую как спасибо у сбербанка есть спасибо вот представьте что это токен представьте что это монета криптом и кто то есть и соответственно вот отсюда и 25 миллиардов то же самое может быть что-то внутри института ну что-то с точки связанные с мотивацией связано с расписанием или еще с активностью и мы можем внедрять элементы измерения в виде спасибо вот спасибо вам за что дают за вашу активность финансовую активность вы каждый раз когда делаете какие-то траты в приложении сбер да вам говорят спасибо в виде там трех или пяти или двадцати которые вы тоже потом можете на что-то материальное поменять вот это и есть функционал токена да там это тоже самое только по-другому приходит от 500 по моему или полторы тысячи рублей за то что ты приглашаешь тоже но нового друга то есть это можно это можно сделать в рублях это можно сделать какой-то внутренней монетой токена так более-менее понятно приступим к следующему вопросу как вы в целом относитесь к движению биткоина максималистов действительно ли первая цифровая валюта воплощение совершенства в мире цифровых активов я присоединюсь присоединить к bitcoin максималистам энтузиастам можно называть конечно по-разному и я считаю что эта технология она очень внесет большие улучшения в экономические и в социальные системы то есть и я тоже являюсь одним из блокчейн энтузиастов или так скажем максималистов которые вот можно сказать рьяно за то чтобы эта технология развивалась и внедрялась ну во все ну скажем сферы жизни человека потому что при после ее внедрения при ее внедрении очень много проблем решаться да там которые ну не должны по сути вообще существовать на земле то есть не должно быть войн не должно быть там споров каких-то не должно быть милиции я вам приведу просто такой социальный пример когда не было милиции был там один одно преступление там на тысячу человек чтобы вот это преступление было расследовано чтобы оно было расследовано и ну как бы был найден преступники и чтобы было наказание придумали такой орган как милиция то есть это эволюционным путем то есть ну у кого-то нервы не выдержали или там воспитание не то где-то своровал где-то убил где-то еще что то и чтобы вот расследовать вот это одно преступление создали милицию создание милиции преступность выросла в десять раз то есть и у нас стоит выбор или жить без милиции но с одним преступлением или с милиции с десятью преступлениями то есть и у нас есть траты на милицию то есть мы деньги тратим на тюрьмы на содержание милиции и так далее и тому подобное но 10 преступлений или одно преступление но без милиции то есть вот в учениях жака фреско вот проект от Венера. Он предлагает жить без милиции. Почему? Потому что с милицией и с 10 преступлениями это хуже, чем с одним преступлением и без милиции. И с экономической точки зрения, и с социальной точки зрения, и так далее. То есть, и вот блокчейн-технология, она как раз ведет к тому, что мы распределим ответственность, да, там, и придем к тому, что у нас не будет судебной системы или осуждения, как говорится, не суди и судим не будешь. И вся система... Как вы себе это представляете? Разверните вот эту тему. То есть, как вы себе это прямо представляете? Картинку обрисуете, чтобы у всех сложилось в голове. Вот мы говорим, вот есть вера, да, есть вера в единобожие, да, там, а есть религия или философия. Вот что такое религия и философия, и чем они отличаются от веры? То есть религия, философия, мой субъективный взгляд, да простят меня, может быть, ну, скажем, служители разных конфессий, то есть это набор правил. И вот на самом деле блокчейн-технология, это набор правил наших взаимоотношений, и он абсолютно прозрачен. И он решается 51% голосов, да, и, соответственно, все прецеденты мы можем фиксировать в блокчейне, да, там, и, соответственно, мы можем понимать начало, ну, то есть появление какого-то прецедента и логику принятия, там, этого правила, да, там, совместного сосуществования, да, там. И мы, вот, все согласятся, абсолютно все согласятся, если я сейчас спрошу, что ваша цель жизни прожить жизнь счастливо. Вот все, наверное, с этим согласятся. Вот я спрошу, твоя цель жизни прожить жизнь счастливо. Ты с этим согласен? Я думаю, 100% людей согласятся. И чтобы нам, мы, есть, как бы, ну, есть природа, да, там, есть планета Земля, где мы живём, и есть природные катаклизмы, или, как сказать, природные условия, есть внешняя среда, то есть человечество становится больше, соответственно, природа на это реагирует. И нам, чтобы выживать, ну, скажем, в гармонии с природой, нам легче объединяться в коллектив, в команды, в племена, там, в государство, да, там. А когда мы объединяемся, соответственно, у нас появляются понятия, как справедливость, честность, и так далее. И, соответственно, в блокчейне это можно сделать намного прозрачней. Вот, я, вот, мой любимый фильм, это «Аватар». Один из моих любимых фильмов, это «Аватар». И вот представьте, что есть два мира. Мир Амира, и есть там реальная жизнь, да. И чтобы попасть в мир Амира, чтобы попасть вот на Пандоре, чтобы попасть именно, ну, как, в другой мир, тебе нужно было одеть «Аватар», то есть это как мета-вселенная. То есть ты надеваешь «Аватар», попадаешь в какую-то другую реальность, где совсем другие правила, где совсем другие ценности, где люди уважают природу, даже не убивают волков просто так, да, там, где там люди спят на деревьях, и они ценят не анаптаниум, как камень, а они ценят корневую систему. То есть ценность вот мира Амира не в анаптаниуме, не в накопительном, не в стабильном. То есть ценность Амира не в накопительном, а ценность в его корневой системе. То есть вот и мы создаём Эву, то есть Solar Blockchain. Это база знаний, где каждый человек будет делиться знаниями, и она будет храниться, и, соответственно, любой человек может эти знания получить. То есть ценность Амира не в накопительном и стабильном, а ценность... Марат Амирович, вам же это не изначально пришла вот эта миссия философия, то есть изначально вы же всё равно брали деньги в управление. То есть, ну, я не говорю про всех инвесторов, то есть сначала это был семейный фонд. Когда к вам пришло это осознание тогда? Кто был на моих... Даже, ну, скажем, первый раз на большой сцене я появился в мае 17-го года. Это был первый мастер-класс о блокчейне. И до этого кто со мной знаком, они могут подтвердить. То есть в 14-м, в 15-м году, когда вот эти идеи возникновения фонда были, они как раз закладывались именно от того, что как сделать так, чтобы деньги как воздух, как вода были у всех. То есть, это такая вот естественная природная вещь, которая не должна вызывать каких-то вот... То есть, вот у нас сейчас у многих людей, у 90% людей деньги являются благом. Но на самом деле вот деньги не есть благо. Деньги, может быть, есть источник блага, да, там, и мы его очень сильно, ну, его значимость переоцениваем. И когда, ну, то есть, изначально была идея создать вот эту корневую систему, сделать так, чтобы деньги были на 4-м, 5-м месте у человека. Ну, чтобы к этому прийти, то есть, в первую очередь, как по пирамиде Маслоу, надо закрыть низшую ступень, накормить, обеспечить безопасность и первый шаг в развитии вот этой идеи, это вот как раз создание такого механизма, который мог бы дать возможность приумножать людям капитал. И это всего лишь дисциплина и определенный порядок действий и, ну, определенный порядок правил, которые надо просто придерживаться, как диета, как гигиена и так далее. изначально эта мысль была, идея. То есть, она и изначально была, и сейчас есть. Теперь понятно. Я почему-то думала, что она к вам пришла в процессе уже. То есть, сначала в любом случае вы создавали счет стабильный, накопительный, и только потом уже пришли к Solar Chain. А получается, что вы изначально об этом думали уже вокруг Solar Chain, грубо говоря? Да, с первых же дней была мечта создать свой блокчейн. Но мы пять лет думали, почему. Потому что мы не понимали своего конкурентного преимущества. Я тоже против, например, больших затрат электроэнергии на майнинг биткоина. И я думаю, сообщество, оно со временем придет к тому, что, скажем, улучшит, улучшит. То есть, в блокчейн, в биткоине мне нравится все. И единственный минус огромный, что на поддержание, скажем, работоспособности вот этой всей системы приходится затрачивать очень большое количество электроэнергии. И я считаю, это немножко нецелесообразно. И если мы найдем другой алгоритм консенсуса, это раз, да, второе, скажем, улучшим технические показатели. То есть, блок биткоина, он вмещает в себя всего лишь 2 мегабайта информации. То есть, нужно сделать такой блок, который можно будет растягивать, или, по крайней мере, там он может быть больше. То есть, задач очень много, и я думаю, что биткоин с этими задачами всеми справится. То есть, он придет к другому алгоритму консенсуса, который будет менее затратный, да, там, для поддержания всей системы. И так далее, и тому подобное. И мы вот 5 лет думали и создали свой Solar Chain, именно вкладывая в него все эти идеи, да, там, я, может быть, всего лишь там полпроцента, один процент озвучил всех тех идей, которые, ну, скажем, мы проговариваем, обсуждаем, в голове крутится, хочется поделиться, уже многое, что есть на бумаге, и я там, скажем, хочу изложить это в книге, там, ну, вот, под рабочим названием «Мира мира», да, и для многих это может вызывать какую-то улыбку, кто-то может там, как бы, у виска крутить пальцем, да, там, но там через 5, 10, 15, 20, 30 лет, когда это будет уже всем, ну, обыденным делом, я думаю, что, скажем, мы достигнем. 5 конкурентных преимуществ сейчас «Мира мира»? Я уже назвал «Скорость», у нас там, мы достигли, что у нас более 100 тысяч транзакций в секунду мы можем обрабатывать, емкость памяти в блоке больше, да, там, алгоритм консенсуса у нас, ну, мы начинаем с proof-of-stake, конечно, но у нас он такой, скажем, миксовый, то есть у нас proof-of-work с proof-of-stake как бы соединен, и это тоже дает какое-то, ну, определенное преимущество, то есть, например, эфириум, у него тоже proof-of-но, другую монету, приведу в пример, то есть, у каждой монеты есть свои плюсы-минусы, и, например, богатые становятся богаче, опять же, с помощью майнинга, да, там, то есть, у кого есть деньги, он себе может купить ноду, а мы раздаем деньги, вот, как в Швейцарии, как там, ну, во многих других странах, вот, ты, если родился гражданином Швейцарии, то ты уже получаешь деньги, вот, ты просто родился по праву рождения, то есть, не потому, что ты там, чей-то родственник, или там, наследник и так далее, а ты просто по праву рождения, и я считаю, что 8 миллиардов людей на земле, по праву рождения, они уже должны иметь деньги, как минимум, на одежду, на медицину, на образование, на крышу над головой, и этих ресурсов на земле достаточно, чтобы каждому человеку, вот, обеспечить вот это, и, соответственно, вот, Solar Chain, вот, мы как раз стартуем с такого проекта, как Solar ID, и, соответственно, Solar ID, вот, вот, вы человек, вы, вот, только родились, что у вас есть, что можно продать? У вас есть данные, год рождения, пол, то есть, вам надо там, одеваться, обуваться, вам нужны памперсы, соответственно, это рекламодатель, который там, ну, скажем, готов платить деньги за то, что вы выслушаете рекламу, то есть, вот, Instagram, Facebook, они на чем деньги делают? Они продают наши данные, и с нами об этом не делятся, с нами этим не делятся, просто на праве того, что мы и так вам даем площадку для бесплатного общения, то есть, что вам еще более надо, да, там, а мы, кроме этого, еще будем за это деньги платить, и, соответственно, рекламодатель с удовольствием будет платить деньги за таргетированную аудиторию, да, то есть, если ему нужны будут, там, не знаю, мамочки, там, не знаю, азиатской национальности, там, мамочки мальчиков, или мамочки девочки, то есть, мы можем таргетированную рекламу, прямо вот, скажем, там, от 30 до 40, да, там, и так далее, и тому подобное, и, соответственно, часть вырученных денег от рекламодателя, мы будем делиться с обладателем этих данных, тем больше человек будет предоставлять данные, соответственно, тем больше он будет получать денег, да, там, ему, да, возможно, будет, ну, просматривать эти все рекламы, но купить или не купить, соответственно, он сам принимает решение, если действительно, ну, продукт ему нравится, и он готов попробовать, и, вот, с точки зрения рекламы в Гугле, и с точки зрения рекламы, там, в других, например, там, App Store, Play Market, и так далее, у нас ценник будет намного дешевле, то есть мы для рекламодателя будем более доступны, более широкий Афхад и более высокая конверсия, то есть мы просчитали с точки зрения, там, экономики и математики, ну, со всех сторон, то есть математика это наш, как бы, скажем, основной конек и аналитика, и, вот, Solar ID, то есть ты уже родился, тебе не надо там работать, работу работать, да, ты просто от того, что ты человек, просто отдаешь свои данные, вот, к примеру, у меня родился ребенок, я просто в Solar ID, отдаю его данные, даты рождения, число, месяц, и ему уже приходит какая-то финансовая, ему уже капают солярики, это называется proof of born, доказательство рождения, то есть это один из видов консенсуса, который мы применяем, да, доказательство рождения, и за каждую минуту жизни он будет получать деньги, денежку. Ну, соответственно, когда он воспользуется, он ими сможет тогда, когда уже достигнет какого-то несовершеннолетия, или раньше? Естественно, да, ну, в каких-то диких фантазиях, мы, вот, например, за рождение мы матери можем платить, и мы за каждого ребенка можем платить, например, ребенок уже будет не обузой, или с чем-то нежеланным, а это будет чисто бизнес-модель, то есть когда мы выплачиваем за каждого ребенка, там, за тысячу, ну, к примеру, там, тысячу долларов, 500 долларов остается, к примеру, я сейчас в долларах говорю, это у нас там солары будут, да, и, соответственно, 500 соларов там остается на балансе у ребенка, а 500 соларов берет мать с обязательством приложить все усилия, чтобы ребенок был достойным членом сообщества, да, там, и будут какие-то, может быть, определенные, там, ограничения или требования, вот, например, мне нравится в Германии, у меня друг лет 10 назад переехал в Германию, и ему платили, как, ну, пособие, да, там, и пособия хватало снять квартиру, жить ней, на еду хватало, и он еще, если у него было двое детей, третий уже там родился, и он шел в аптеку, покупал витамины, БАДы, витамины покупал, и если он, вот, приносил, вот, в комиссию, вот эти чеки, ему компенсировали, то есть, немецкое правительство, заботится о здоровье, и он говорит, если ты будешь покупать витамины для детей, и принесешь мне чек, я тебе компенсирую эти деньги, и вот, из бюджета Германии выплачивалось, то есть, прежде чем создать Solar ID и Solar Chain, мы изучили много, то есть, сингапурскую, скажем, модель, немецкую модель, швейцарскую модель, да, там, это вот, ну, не просто вот за... Правильно я понимаю, это рекламодатели будут именно платить за то, что, как бы, ну, приходится сообщество в Solar ID, то есть, сначала нужно будет контракты с рекламодателями подписать, для того, чтобы уже пошел финансовый поток, или как это будет происходить? Да, мы для них, вот, как я говорил, это инфраструктура для инфраструктур, для них тоже будем создавать какие-то определенные, ну, условия, вот, например, мы изучили, я вот лично изучал модель, экономическую модель Объединенных Арабских Эмиратов, с чего начинал Шейх Зейд, Шейх Зейд, он создавал экономическую платформу для того, чтобы корабли заезжали в Дубае и останавливались, ну, передохнуть, подзаправиться, набрать пресной воды, и, соответственно, потом, вторым шагом он сделал, что между кораблями была торговля, то есть, кто-то вез там продукты, рис, например, там, а кто-то вез, например, там, Дольче Габану, и они прям начали с корабля на корабля торговать. И он говорит, торгуйте и никаких пошлин. То есть, там, в 80-е, 90-е годы Эмираты были мировой барахолкой, то есть, ты мог одеваться, ездить не в Италию, а в Дубае приезжать и купить те же самые вещи, там, за 40, за 20 процентов, те же самые, там, Шанели и так далее. И он говорит, а хочешь жилье построй? Я, там, 15 лет освобождаю тебя от налогов. И он там, он говорит, ну, ты же торгуешь? Там появились посредники, появились столовые, появились, ну, уже какая-то, все вырученные деньги он инвестировал в дороги, создавал инфраструктуру, чтобы людям было удобно. И он пригласил первый, там, пригласил, там, Apple, Cisco, то есть, все мировые бренды, он говорил, ребята, 10 лет не платите налогов, лишь бы, ну, как бы, построили офис. И люди приезжали, строили свои офисы, и чем, например, там, быть в Англии, где налог 50 процентов, или где в Америке, где налог 50 процентов, они переезжали, офисами переезжали, строили себе офисы, и понимали, что это инвестиция, и что ее можно перепродать. То есть, теперь, если говорить о Solar Chain, мы будем для бизнесов создавать такие условия, где ему выгодно будет из бухгалтерии, из, там, каких-то других, там, учетных систем, из SAP, из Microsoft Dynamics Naps, из Amazon, из Google, они будут переезжать в Solar Chain. То есть, это первая выгода, там, вторая выгода, у него аудитория в 100 миллионов, то есть, мы предполагаем, там, в проектной мощности миллиард аудиторий в Solar Chain, у него 1 миллиард потенциальных клиентов, где он может с помощью цифровизации, узко, таргетировано, не тратя лишних денег, найти своего целевого клиента и на него сделать рекламу. То есть, вот, средняя реклама, например, там, в игровой индустрии, там, обходится в 7 центов. У нас она будет обходиться в 2 цента. То есть, для него реклама будет в 3,5 раза дешевле. И конверсия, из-за того, что целевая ниша будет, ну, четко определена, конверсия будет намного выше. То есть, и реклама дешевле, и эффективность этой рекламы будет выше. То есть, у него там конверсия будет, там, там, 10%. А сейчас, вот, наши показатели, там, по листу, к примеру, там, у нас, там, конверсия 5%, к примеру, в 2 раза ниже. А многие, я спрашиваю, у них конверсия вообще 1%, от 1 до 3%. И, соответственно, мы будем... Когда вы думаете все-таки Solar ID запустить? Я думаю, что в мае, ну, Сергей, в принципе, готовится, и как творческий, и как ответственный человек, он каждый раз вот находит какой-то болтик, который надо подкрутить, докрутить. На самом деле, вот он уже должен был на днях сделать большую презентацию Solar Chain и Solar ID и Solar Wallet. У нас сразу 3 продукта запускаются. Solar Wallet, Solar ID и Solar Chain. Я думаю, что... Solar Wallet, я так понимаю, это не кастодиальный кошелек у нас будет, как раз таки, да? Да, верно. Это децентрализованный кошелек на блокчейне. Это вот, наверное, вот он является конкурентом Trusty Wallet, конкурент MetaMask, да, там, и мы тоже его будем. То есть, существование двух кошельков, многие говорят, это же будет конфликт интересов. Я говорю, ребят, нет. Это все равно, что сравнивать, там, самокат и там, какой-нибудь внедорожник, к примеру. А Mirror Wallet, это крепкий, хороший внедорожник. А Solar Wallet, это самокат. Ну, то есть, и тот, и тот у меня присутствует в доме, к примеру. То есть, к друзьям, в гости поедет, и поехать, ну, там, скажем, я еду на внедорожнике. А в магазин сгонять за булкой хлеба, я езжу, ну, на самокате езжу, да, там. То есть, у каждого есть свои преимущества и, ну, как бы, недостатки. То есть, и в доме всегда классно, когда есть самокат, велосипед, внедорожник. И вот то же самое у криптоэнтузиастов. Будет и Solar Chain, и Amir Wallet. Ну да, это очень удобно будет иметь и не кастодиальный, а кастодиальный кошелек. При том, что у нас, в Amir Wallet, у нас как раз-таки конвертация плюсов колоссальное количество. Вы сами знаете, я с каждым днем их нахожу все больше и больше. Но, тем не менее, Amir Capital не хватало не кастодиального кошелька. И на самом деле мы его ждем. Бород Амирович, мы с вами на самом деле заговорились, а вопросов очень много. Давайте на следующую тему перейдем. Эта тема очень вдохновляющая. Мы все ждем презентации Сергея Глупота уже на самом деле на протяжении долгого времени, поэтому пусть он поскорее закончит презентацию и выступит перед инвесторами. Давайте на следующий вопрос перейдем все-таки о доверительном управлении в криптовалюте, о следующей теме. Я надеюсь, что мы успеем за 20 минут с вами ее обсудить. Готовы? Да, да, да. В эпоху технологий финансы становятся все более взаимосвязанными, поэтому цифровые активы заняли видное место в портфелях частных и институциональных инвесторов. Если пользователь не понимает, как работает рынок виртуальных монет и токенов, может ли он положиться на доверительное управление криптовалютой, поможет это снизить риски и повысить доходность в портфеле или нет? Это вводная часть, а сейчас основные вопросы. Их будет три сразу. Насколько безопасно доверять свои средства в управлении третьим лицем? Какие могут быть риски? Дают ли люди и компании, оказывающие подобные услуги, какие-то гарантии? Это опять же из блокчейн-24, то есть это вопросы все из журнала. Да, я могу начать отвечать. Риски присутствуют всегда и везде. И тут вопрос управления этими рисками. И здесь, наверное, вот я считаю, вот делю я доход, вообще у человека есть доход. Ну, если говорить финансовый доход, то он бывает трех видов. Репутационный, трудовой и инвестиционный. И если аналогию трех доходов провести, то я вот трудовой доход отношу к любви. То есть вот труд надо выбирать по любви. А инвестиционный доход это дружба. То есть когда ты выбираешь какой-то инвестиционный инструмент, то есть ты выбираешь друга, и вот в дружбе вы же тоже не дружите с кем попало. Вы смотрите по каким-то своим внутренним и внешним критериям, да, вы выбираете себе друга. Ну, близко ли, там, есть ли о чем говорить с ним, да, там, ну, близко ли его мировоззрение, да, там, можете ли вы вместе с ним весело проводить время и так далее и тому подобное. То есть когда я выбираю какой-то инвестиционный продукт, инвестиционный инструмент, и я подхожу к этому как к вечной дружбе. То есть я, вот я себя спрашиваю, готов ли я с ним состариться и весело ли мне с ним, с ним, да, там, и так далее. То же самое, когда я выбираю какой-то труд, то есть я его выбираю не по расчету, а я выбираю его по любви. То есть если я хочу выбрать какую-то профессию, надо искать любовь. То есть если я хочу выйти замуж, то скорее всего нужно искать любовь, а не мужа, понимаете. Вот то же самое в труде и в инвестициях. И, соответственно, есть ли риск, что вы разведетесь? Есть ли риск, что вы поругаетесь? Конечно, он присутствует. И здесь очень такой, ну вот, обоюдный труд с двух сторон. И как инвестора это все равно взаимные обязательства, взаимодоговорные обязательства. То есть ты как друг тоже чего-то должен, не только в одностороннем порядке. Вот ты мне обязан звонить один раз в день, ты мне обязан то, а ты чего обязан? То есть это всегда взаимодоговорные обязательства. И, соответственно, вот когда человек решил стать инвестором, он должен понимать, что риски есть везде и всегда. Вы можете только их контролировать. Если на улице дождь, вы можете взять зонт. Если вы переходите дорогу, вы сначала смотрите направо, потом налево, смотрите на зеленый светофор. Зеленый светофор вам не гарантирует, что вас не собьет машина. Сто процентов не дает зеленый сигнал, там, не дает, ну и так далее, и тому подобное. Некоторые пару раз проскочили на красный и думают, что все, можно бегать на красный. Потом где-то ловят шайбу и потом дуют уже и на зеленый, и на синий, и на желтый дуют. То есть тут нужно прежде всего в первую очередь смотреть на себя, вот взять ответственность на себя, где я что-то там нарушил, где-то что-то я там где-то не доделал. Прежде, вот в любой ситуации я предлагаю, не потому, что я сейчас хочу что-то там оправдаться или отмазаться, вот я предлагаю вот глубоко прям подумать над этим, над тем, чтобы взять в первую очередь ответственность на себя. Вы сразу повзрослеете, вы вырастите на несколько ступеней вверх, и вы поймете, что как раз блокчейн и ведет к тому, почему одна из составляющих, почему блокчейн не так быстро развивается, он за распределение ответственности. То есть вот нам удобно, что виноват во всем Путин. Вот удобно, очень удобно, Путин и существует для того, чтобы быть виноватым во всем. И это очень удобная вещь. И мы прям держимся за вот эту монархию, а если мы возьмем ответственность на себя, уже как-то я тупой, потому что я сам, или я ленивый, потому что нет, это Путин во всем виноват, или мама не доучила. А вот когда вы возьмете ответственность на себя, то жизнь станет намного ярче, краше, вителее, счастливее, да, и в этом ничего страшного нету. То есть нужно выйти на другой уровень осознанности и увидеть мир другими глазами. И мир заиграет другими красками. И соответственно... На сегодняшний день колоссальное количество претендентов инвестиционных. И как вообще остановиться и как выбрать, на что стоит обратить внимание при выборе своем? Вот как влюбиться или не влюбиться, не ошибиться, или пробовать все подряд? Вот, Свет, приходит к вам девушка, ей 30, она не замуж, и говорит, найди мне жениха тот, который будет меня обеспечивать, заботиться обо мне, любить меня до старости лет. Вот, Свет, посоветуйте мне, вот, найди мне жениха, вот как мне найти жениха? Это точно такой же вопрос. Просто сердце само подскажет, да, то есть общайся, там, будь открыта, ну, разработай какие-то критерии, да, ну, метр восемьдесят пять, голубоглазый, там, чтобы английский знал, там, чтобы там из приличной семьи был, то есть, ну, и так далее, и так далее. То есть, здесь то же самое, вы разрабатываете какой-то список требований, критериев к инвестиционным, то есть, и, соответственно, прежде чем отдать свою, там, девственность или там свои деньги в управление доверительное, ну, вы не торопитесь, познакомьтесь, несколько раз на свидание сходите, ну, на уровне запаха, на уровне, там, тактильных ощущений, ну, в кино несколько раз сходите, с родителями познакомьтесь, не торопитесь, не торопитесь, самое главное, а если уже, как бы поженились, ну, вот в исламе есть такое, да, ты там, может быть, долго примирялся, и поженился, и в итоге оказалась сволочью, или сволочь, там, мужского или женского, без рождения, в исламе есть вот такое, что теперь уж перевоспитывай, то есть не торопись разводиться, не торопись разводиться, ну, ошибся при выборе, и вот в исламе очень сильно порицается развод, да, там, это самое нелюбимое у Бога действие, и, соответственно, ты уже вот просто получил это в награду, и есть возможность заработать очки перед Богом, путем, вот ты же считаешь, что она сволочь, или он сволочь, ты же можешь из этой сволочи сделать просто ангела, вот два шага, кто-то не может, два шага, и всегда же проще, поэтому многие идут таким путем, да, нас учили этого с детства, но я призываю, вот наше сообщество инвесторов, инвест-партнеров, сообщество Амир Партнерс, всех амирян призываю вот чуть-чуть вот быть выше эмоций, вот страх там и так далее, то есть боязнь неопределенности, и чуть-чуть выше вот этих эмоций, и все-таки увидеть какие-то объективные вещи, и начать делать какие-то определенные шаги, все, мама меня всегда любила, хватит ее обвинять, хватит обвинять, что мама что-то не додала, не докормила, не долюбила, да хватит ее обвинять, мама, она всю любовь мне отдала, всю любовь, да, может быть, она вот со своей колокольни что-то делала не так, вот мы недавно встречались с разработчиками Амир Валет 2.0, и они прям вот прям надсмехались над Амир Валет 1.0, я говорю, ребят, ну некрасиво, разработчики Айфона 13-го ржут над разработкой Айфоном 3-им, я говорю, ну с профессиональной точки зрения, ну это неэтично, то есть на тот момент, на момент разработки Айфона 3-го, это были просто идеальные решения, а вы сейчас, конечно, с колокольнем вот этих знаний, после 10 поколений смеетесь, да, там, я говорю, как минимум неэтично, тоже неэтично критиковать маму за какие-то ее поступки, то, что она там недолюбит, да любите маму, она вас столько любви как бы вот вложила, и то же самое Путина уважайте, он там старается там, чтобы вот всем все было хорошо, уважайте, да, там, Марат Амикович, понятно, дальше давайте, у меня еще пару вопросов, подождите, какими базовыми знаниями и навыками должен обладать человек, чтобы самостоятельно распоряжаться своим инвестиционным портфелем и приумножать его, может ли этому научиться любой, или все же это подсел лишь профессионалам, которые посвятили изучению трейдинга и тонкости инвестиций, под конец звук Светлана пропал, но надеюсь, меня слышно, меня сейчас слышно? Так, слышно, это у меня пропал слук, можно ли этому научиться, научиться любой? Да, 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 я вопрос понял, на самом деле это называется финансовая грамотность, и она, ну вот, на мой взгляд, абсолютно доступна каждому, и это очень маленькие, примитивные знания, вот, тебе легко говорить, а у меня с математикой, вот, можно, вот, я здесь, как поклонник Жака Фреско, то есть, вот, посмотрите его несколько видео, как он учит детей рисовать, то есть, любой ребенок может быть художником, вот, у него есть вот это, и он показывает, как нарисовать там, в три годика научить ребенка прям классно рисовать, то есть, не вот просто палочка, палочка, палочка и кругляшок там, и вот на тебе папа, да, там, и три волосинки, вот, папу нарисовала в три годика, а в три годика ребенок может нарисовать, ну, не хуже, чем художник, и вопрос только навыков и так далее, то есть, вот здесь может быть какие-то педагогические, вот, мы то, что сейчас делаем во Мир Академии, мы упаковываем таким образом знания, чтобы, ну, вот, трехлетний ребенок мог эти знания, так скажем, освоить и элементарно пользовать, я считаю, что это на уровне, на одном и том же уровне, как чистить зубы, то есть, когда-то люди не чистили зубы, и у них выпадали цинга, там, много других болезней, потому что, ну, много бактерий во рту было, потом люди научились, они сделали зубную пасту, они с чего-то там начинали, там, в итоге, сейчас у нас там, большой выбор зубных щеток, зубных паст. То же самое с финансовой грамотностью. Сейчас же не составляет труда, вот, ну, у кого есть дети, ну, вы же уже, там, не знаю, там, с двухлетнего возраста, когда у него уже, там, ну, не знаю, там, зубов 20 есть, вы уже его потихоньку приучаете чистить зубки. То же самое с финансовой грамотностью, и сейчас же это не составляет труда научить и объяснить, для чего ты, как бы, приучаешь, а вот представьте, Это дело финансовая грамотность, но я вам могу сказать по себе. Мне, к примеру, в Амире Академии достаточно сложно учиться. Мой мозг, он умеет воспринимать другую информацию. Мы работаем над этим, мы работаем над этим, да. Я хочу, чтобы в Амире Академии было обучение реально как для трехлетнего ребенка, потому что вот хочется это прям вот, чтобы ребенок понимал. Мы совершенствуемся, да, мы совершенствуемся, и мы ищем какие-то определенные пути, другие форматы. И вот, слава богу, мы растем, к нам прибавляется все больше и больше людей. И, например, есть люди, которые говорят, ну мне не заходит. И я, например, встречаюсь с кем-то, и они говорят, вот я ничего не понял в Амире Академии. Я говорю, что ты не понял? Ну, говорят, вот это не понял. Я говорю, ну вот смотри, вот это вот, точно, блин, а они же, говорят, не так объясняют. Они же, говорят, вот так объясняют. Окей, говорю, я ребятам дам вот этот вот пейс, и они возьмут его на вооружение и, соответственно, будут объяснять так. Я понимаю, что иногда должен вот прям щелчок какой-то произойти со стороны, и все будет укладываться по полочкам. То есть, возможно, несколько раз нужно переслушать одно и то же информацию. Я так и делаю. То есть, я отстала от группы, но в любом случае я для себя решила, что я лучше отстану, но буду усваивать информацию, пока ее не усвою. Буду вам писать, буду Рустаму писать, буду еще кому-нибудь до тех пор, пока я не пойму. Вот я бы, наверное, еще хотел добавить вот к продоверительному управлению, да, там, то есть люди могут машину водить сами, могут пользоваться услугами такси, да, могут нанять личного водителя, да, там. Это выбор каждого. То есть, и, соответственно, вот я, например, не люблю за рулем ездить. Я, вот, наверное, это уже у меня, там, с 2005 года, ну, то есть я уже на тот момент имел, там, личного водителя, и вот до 2005 года, может быть, мне еще это как-то штырило. Ну, все мальчишки любят, там, погонять, там, погонять за дорогими машинами, а я вот, ну, не люблю, мне легче в доверительное управление уйти. Ну, я это умею делать, но я понимаю, что профессионалы могут делать, и я полностью понимаю, я, например, готовлю лучше, чем моя жена. Вот, например, я вот, я искренне считаю, что я лучше не ее готовлю. Ну, я считаю, что я готов делегировать, да, я пожертвую вкусом, там, еще чем-то пожертвую, но я потрачу свое время, именно это время, на что-то другое, что принесет больше пользы, да, и так далее. Тут каждый для себя должен, ну, принять, как бы, вот, какое-то такое внутреннее решение, готов ли он это делать сам, или готов ли он это доверить в управлении, и обучиться. Очень хочется большинству людей доверить, конечно же, это в управлении, и не учиться самостоятельно. Но здесь надо, на самом деле, все, комплекс, и учиться, и доверять. И я вот в клубе подкаблучников, ребят, говорю, если вам не нравится, как она готовит, если вам не нравится, как она стирает, я вот говорю, делай это сам. Что ты вот сидишь и мною жалуешься, делай это сам. А если, ну, ты сам не можешь это делать, хочешь довериться, тогда восхищайся, восхваляй, даже если это невкусно. Говорить, м-м-м, как вкусно, и вы получите вот такую семью, вот, с вот таким хорошим, счастливым будущим. Это простое правило подкаблучника, вот простое, выучите. Не нравится, делай это сам. Если не можешь делать это сам, то не критикуй, а хвали, только хвали. Марат Амирович, последний вопрос от инвесторов все-таки. Вопросы от журнала закончились. В понедельник вы сказали на дайджесте, что кассовый разрыв 56 миллионов. И если даже биткоин пойдет ниже 30, 20, 10 тысяч долларов, то кассовый разрыв не увеличится. И теперь фонду необходимо погасить именно этот разрыв. Но если биткоин будет выше 50, то разрыв исчезнет. Верно ли я все понимаю? Да, абсолютно верно. Все, у меня вопросы закончились. Наш час с вами эфирного времени тоже подошел к завершению. Благодарю большое за эфир. Я думаю, что он сегодня был, в принципе, вдохновляющий и для вас, и для большинства инвесторов. Да, Критан, большое спасибо за подборку таких вопросов. Действительно хочется говорить о хорошем, о светлом будущем. Если ты концентрируешься, где фокус, туда и энергия. И хочется тратить энергию на созидательное. Вот да, у нас очень много, скажем так, проблем. Но если мы будем концентрироваться на проблемах, они никогда не кончатся. Если мы будем концентрироваться на возможностях, на будущем, в светлом будущем, то проблемы исчезнут как само собой. То есть они уменьшатся, они никогда не кончатся. То есть они будут всегда. Но если мы будем фокусировать своё внимание на хорошем, то мы будем замечать, и энергия тратится будет на развитие хорошего. Это тоже такое простое правило. Куда фокус, туда и энергия. То есть давайте энергию тратить на более созидательные, какие-то развивающие вещи. И вот мне эфир прям вот понравился, потому что действительно, я хочу, чтобы люди видели во мне не только какие-то внешние данные, но вот любая девочка меня поймёт. Вот мужики смотрят на нас как там на мясо какое-то, вот лишь бы там похотные свои. И я вот хочу, чтобы вот в нас, вот в Амир Кэпитал, видели не только счёт накопительный, не только видели мясо, а видели богатейший внутренний мир, что с нами можно о чём-то поговорить, что мы личность, и с нами можно строить какое-то большое счастливое будущее. Марат Амирович, благодарю. Не обещаю вам, что будут всегда такие эфиры. Они у нас будут с вами разными. Но тем не менее, я понимаю, что разговор о будущем в любом случае вдохновляет большинства. А текущие, я думаю, что задачи решаться намного быстрее, если мы реально будем позитивно смотреть на всё и всё. Да, вот я про это. Они как раз от вас, вот это будет очень большой помощью, чтобы быстрее решились текущие задачи. Всем большое спасибо, хорошего вечера, Светлана. Всего доброго, до свидания. До свидания. Global Star Club. Возможности безграничны.